Здравствуйте Игорь А подскажите пожалуйста Что за такие за новые коэффициенты 1.05 0.21.23 Это зачем до сотых то сделали? Теперь до сотых Это такое нововведение А что это? Это чтобы теперь было Не 1.3 Чтобы было подороже, а чтобы опять было подешевле Для пассажиров наверное да? Алло Алло Амм, да Да? Подешевле чтобы было да? Алло Я вам уже ответил, что новые правила подсчета А зачем так сделали то? Чтобы большая точность была Чтобы подешевле было да наверное? У нас же все чтобы было подешевле для пассажиров Будет когда нибудь что нибудь чтобы было подороже? Игорь Да хорошо я во вашу жалобу На то что Вас не устраивают новые Правила Да не меня Меня Да меня они не устраивают Я не могу понять просто Это выгоднее нам Как водителям Вот Нам хотелось бы чтобы цены подорожали на такси Наконец-то Вот Понимаете да? Все подорожало Все кругом Топливо, обслуживание машин А такси не дорожает почему-то Должно быть справедливо Я считаю что и зарплаты особо не увеличиваются у населения Поэтому покупательская способность Особенно в условиях локдауна коронавируса Оставляет желать лучшего Поэтому цены на такси не увеличиваются То есть цены на такси ориентируются прежде всего на покупательскую способность населения Если тут получается замкнутый круг Если цены на все группы товаров растут Как вы говорите Не бензин и так далее То получается что зарплаты растут намного меньшими темпами А может быть и не растут у многих В итоге получается что у людей все меньше и меньше денег Остается свободных Например на ту же услугу заказать такси То есть вы хотите То есть То есть То есть Меньше и меньше могут тратить У них остается меньше с собой денег И агрегаторы Яндекс и другие Вынуждены снижать цены Чтобы удовлетворить тот спрос который остался То есть вы готовы короче Послушайте Получается что Яндекс готов Снижать уровень безопасности поездок В угоду своей прибыли что ли А при чем здесь уровень безопасности? А потому что водители начинают работать Все больше и больше находиться на линии У нас то финансовые потребности то Ну никто их не закрывает нам Никто не компенсирует Понимаете наши финансовые дыры Вы откуда деньги то мы то что печатаем что ли водителей А по поводу безопасности Есть режим труда и отдыха И программа автоматически отправляет отдыхать Чтобы у водителя было время А сколько А сколько эта программа работает? 16 часов да? Сколько положено по трудовому кодексу? Да вы знаете что по трудовому кодексу положено? 8 часов на линии должен быть водитель Еще остались у вас вопросы? Нету Здрасте Ну вы поняли что 8 часов водитель должен работать А не 16 А вы мне будете рассказывать Все ладно до свидания Всего доброго Вот так вот ребята Сотрудник техподдержки Рассказывает нам про то Как мы должны работать согласно закону об охране труда